Здарова танкисты! Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала и не только. С вами Дамита, с вами Серега. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Вот, сегодня у нас на обзоре арта Британии, пятого уровня, Бишоп. Вот, я буквально четыре дня назад начал снимать артулечки, все уже прошлись других веток нации. Вот, осталось последнее. И, на мой взгляд, самая неудачная арта. Почему? Потому что, во-первых, от старших уровней на пятом уровне нет барабана, она стреляет одиночными. То есть, надо также ждать КД, но в любом случае, конечно, перезаряжается она быстрее, нежели арта Германии, России, вернее СССР и Америки. Но, самый большой минус этой арты, это, а это я скажу позже. А сейчас, кстати, для тех, кто не подписан на мой канал, самое время это сделать, прожать колоколец, поставить жирный лайк под этим видео. Ну и, конечно, писать какие-никакие комментарии. Играете вы на арте, не играете, нравится вам ли эта арта. Либо вы на ней давно играли и уже забыли, как, а я вам сейчас напомню. Итак, самый жирный минус этой арты, какой? Правильно, маленький радиус обстрела. Маленький радиус обстрела. То есть, в отличие от арт Америки, Германии, СССР, да и Франции, да, на этой арте не получится стоять в месте Респа, да, там где вы появились, и откидывать всю карту. К сожалению, на этой арте надо постоянно перемещаться, ездить за группами ваших союзных танков, поддерживать их. А когда вы перемещаетесь, есть большие шансы, что вас засветят и просто-напросто убьют. Поэтому это такая скилловая арта, то есть нужно уметь, они реально правильно отыгрывать, знать позиции, где как, где какие прострелы. То есть, эта арта заставляет вас досконально, тщательно изучать карты нашей любимой игры. Вот. Ну, ладно. Это полемика. Давайте теперь по ее тактико-техническим характеристикам. Я не буду сейчас открывать, делать сравнение с другими артами пятого левела. Скажу, что в отличие от гриля немецкой арты, как и все остальные, у нее угол вертикальной наводки 45 градусов. У гриля, по-моему, 70 либо 75. Соответственно, говорит о том, что она, как и большинство арт на пятом уровне, но не гриль, да, она очень плохо закидывает за препятствия. Вот гриль вообще чудесно закидывает, а это, ну, посредственно. Вот. Это первое. Второе. Второе. Давайте, кстати, сразу модули посмотрим. Это и будет второе. Так, вот, вы стартуете на стоковой пушке с альфой 280, бронепробитием 22, и это, кстати, одно из самых маленьких бронепробитий на уровне среди одноклассников, среди арты, да. Заряжается орудие 8,8, вот, у нас стоит досылатель и прочее, прочее. Время сведения 4,5 секунды и разброс 0,68. Достаточно неплохая точность для арты, кстати говоря. Вот. Ну, альфа в подводе 280. Есть вот следующая пушка пятого уровня, здесь уже годная альфа 450, да. Средняя бронепробиваемость уже подрастает на 6 очков, уже 28 миллиметров она пробивает. Заряжается, правда, подольше 12,9. Время сведения более комфортно и разброс чуть хуже, чем на предыдущей пушке. Но, в любом случае, альфа и бронепробитие говорит само за себя. Поэтому обязательно нам нужна вот эта пушка. Также обязательная модулька для любой арты – это топовая рация. Потому что начинаете вы со стоковой рации, с дальней связи с союзниками всего лишь 400 метров. Следующая вам уже дает 450, ну, 10% прирост. И вот топовая 550, то есть, понимаете, да. По поводу движков. Вам приходится много перемещаться. Вам нужен топовый тоже двигатель, чтобы побыстрее ездить за союзниками, менять фланги, откатываться. Конечно, даже на топовом движке это все будет, ну, так себе. Потому что арта очень медленно. И перекатываться она будет очень и крайне лениво. Поэтому вот эти в связке гусли и топовые двигатели тоже важные модули. Но я ее проходил на предтоповом движке. Мне этого было достаточно. Вот. Так. 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 40, вот видите, углы вертикальной наводки. 45 вверх. Поэтому не прям гуд. По хп здесь у нас 460 хп. Брони тут, кстати, есть. И здесь броня, наверное, одна из лучших на уровне. Потому что на всех остальных арт, кроме, кстати, Франции, там тоже есть броня. Вот. Везде 15, 16, 17 мм. Да. У вас все-таки бронирование корпуса 60. Нифига себе. То есть кто-то там из врагов поедет на ЛТшки. Может быть, СТшки захочет. А может даже и тяжики. На пятом уровне пробить фугасиком в лоб. А ему банально это просто не получится. Просто не пробьет. Аж у вас рубка 60. Корпус точнее. По мобильности. 24 вперед, 10 назад. Удельная мощность менее 8 лошадей на тонну. Поэтому, я и говорю, она не едет вообще. Она даже максимальную свою скорость набирает крайне лениво. По незаметности. Неподвижные машины 19, 24. В движении 10, 63. Ну, я не стал ставить свои маски в сеть. Я ее максимально сделал на урон. Вот. Посмотрим, как это в бою. Поможет нам, не поможет. Наблюдение. Ну, видите. Ни глаз, ни рук тоже нет. 231. Что касаемо снарядов. Что касаемо снарядов. Здесь только один тип снаряда. Без оглушения. Без оглушения. Максимум, что вы можете, это сбить гусли. Этим снарядом фугасным, осколочно. И, соответственно, когда вы собьете гусли по этому танку. Урага начнут стрелять ваши союзники. Вам, конечно, пойдет очки, так сказать, асиста в бою. Минимально ставите. Хотя бы минимально ставите снаряжение. По модулям. Ой, по модулям. По оборудованию. По оборудованию я рекомендую, конечно же, ставить сюда досылатель. Сюда ставить усиленный привод наводки. И ставить сюда вентилятор. Можно еще ставить инструкции. На досыл. На усиленный привод наводки. Либо на витер. Я на витер поставил. Вот. Экипаж. Касаемо экипажа. Командир, наводчик, механик, водитель, заряжающий. Первым перком командиру лампу. Первым перком всем. А остальным участникам экипажа незаметность. Старым перком всем боевое братство. Третьим перком командиру незаметность. Дальше перки у экипажа. Качайте как вам угодно. Как вашей душе угодно. Еще раз перед тем, как мы пойдем в бой. Смотреть как данная арта играет в современном рендоме. Еще раз. Ребята. На этой арте вас не получится пострелять с вашей базы. Вам будет нужно очень часто доезжать чуть ли не до центра карты. По краевым линиям по красным. Либо через центр. Но придется. Потому что вас просто... Вы просто в шоке будете. От радиуса разлет снарядов от этой арты. Поэтому жопка еще сгорит. А я предлагаю отправляться в бой. Посмотреть как играется данная арта сейчас. Идем. Так. Граница империи. Помним, да. Что у нас маленький радиус обстрела. Придется сейчас за группами наших союзников ездить. И стрелять. Возможно по их засвету. Прям не вдалеке от. Так сказать. От не вдалеке. От врагов. Погнали. Мы кстати попали. Сейчас будет весело. Против семерок. Против шестерок. А мы пятерка. Так. А что в тяжик тот поедет? Или все решили что я тяж? Вот именно слабая сторона этой арты. То что приходится поближе подъезжать к противникам зачастую ведет к преждевременной гибели арты. Просто какой-нибудь светляк либо СТ чуть-чуть выкатит вперед на фланг и мы можем отлететь. На этой арте не получится постоять на базе. Только вперед. Ну для этой арты кстати есть уже четко определенные точки на картах. И можно нормально откидывать противников. Вот здесь походу нормально будет. Так. Все. Немножко деревьев повалили. Ждем. Есть движение. Все. Вот уже не достаю. К ним пришло подкрепление. Вот а дальше я уже не достаю. Так. Так. О, можем уже накрывать. О. Попал. Есть. Есть. Когда они поймут в чем дело будет уже поздно. Самое плохое то, что на этом фланге очень мало наших союзников. Вот это прям беда. А с моей скоростью я просто банально могу не успеть уехать. Эх. Сплэша тоже мало у этой арты. Беда. Сплэша банально не убил. О. Попал. О. Хорошо. Прямой зашел. отъехал друголек так урона 259 и что-то мне подсказывает что этот бой для обзора не самым лучшим будет потому что на этом фланге что-то какая-то и противник на 12 часов врагов много а наших нет нифига будет больше мишеней прибор нормально надо стволы уменьшать попал хорошо 600 уже дали кстати прямой попал почти 800 дали уже урона а еще дать имя чувствую прямой 900 отлетел друголек так а у нас на базе уже ездит во все сейчас и переведемся вот помогает куда-то торопись вроде по все но поле сюда кстати а там могут закидывать в разусстве поэтому попали прямым кстати он полный был это наш урон не огонь по площадям болен да как он задолбал попал есть соточка так так все огонь совместный урон так фалиан 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 только у нас бою не все хорошо 6 10 но суммарно у нас 1800 1900 почти так что даже с это проигрышный бой на что способна это а то принципе я вам показал возможности ее в первую очередь враг не подходит именно радиусом обстрела хотя 8 10 еще не факт что мы сольем по хп мы примерно рядом больше врагов все зеркут сюда я не дострелю или дострелю дострелю ну прям по границе что назовется я думаю отец там и так забандят и я думаю и 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 Блин, какой же медленный это аппарат, это просто ужас. Просто ужас. Блин, мне надо было лучше ехать по К-линии в точку J1, потом H1, J1 по первой уже пойти, чуть-чуть зря я сюда забрался. Ну там никого, иначе боковышник уже засветился. Главное, чтобы Е-25 сейчас справа не было. Танки на подходе. Враг обнаружен. Нормально, прямой. Прямой. И че он там заперся-то сидит? О, стоит на месте. Охренеть, три прямых просто от арты. И стоит дальше, красавчик. Попал. Просто убил. 1840 на стрел, 500 на свет. Офигенно. А вот это плохой товарищ для нашего КВ-3. Офигенно. Когда они поймут, в чем дело, будет уже поздно. Эй, 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 не туда ты его забыли. Мое. Вот это плохо. Вот реально. Это застанет их врасплох. И че по теперь делать? АМХМ-445 должен ехать. Че-то не понял, зашел что ли? Блин, снарядов осталось уже немного. Я могу. Артулечка ихняя, кремочка нашлась. Лев. Приближаются танки. Так. Значит, у них Е-25 и СУ-100 остались. Они их вовсюду. Нифига себе. Нифига себе, где у них Е-шка. Анал, кстати, может грязи натворить. Реально. Нет, я сюда не простреливаю. Дроны на подходе. Опа. Вот это вообще плохо. Сейчас плеща нашего возьму, товарищ. Огонь по площадям! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нет, уехал. Ну, Скорпион молодец. Отстрелялся хотя бы. Приближаются дроны. Все. Победа. Ну, вот такой вот бой у нас получился. 1850-2000 с лишним. Спасибо. До скорых встреч. Пока. Играешь танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод. И обязательно прожимай колокольчик. Надпи. Александр솜.